МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Коротко о главном. Ворота в город. В Чебоксарах обсудили перспективы развития речного порта. Энергия моря. Французский фотограф Ремей Кервиян поделился с жителями Чувашии своим представлением о водной стихии. До встречи в Пекине. Завершился чемпионат России по легкой атлетике. Сегодня увеличение объемов речных, пассажирских и грузоперевозок в центре внимания российского правительства. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии встретился сегодня с работниками Чебоксарского речного порта. Речпорт находится на правом берегу Чебоксарского водохранилища. Длина пассажирского причала свыше 400 метров. Одновременно может принимать до 15 судов. Помимо обслуживания флота, акционерное общество занимается добычей и оптовой торговлей нерудными стройматериалами. Песком, щебнем, гравием. Но самое главное для жителей Чувашии направление – пассажирские перевозки. По пассажирским перевозкам мы также работали и работаем в Козловской линии Козловск-Волск. Здесь, в Чебоксарах, работаем Чебоксары-Пляж, Чебоксары-Сосновка. По погодным условиям, конечно, вы сами видите, в этом году нас не очень радует. Но, тем не менее, мы проработали и те требования, которые к нам были поставлены со стороны администрации города Чебоксары, и мы сами с удовольствием отработали. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии вручил сотрудникам речпорта заслуженные награды, заметив, что показатели их работы лучше, чем в прошлом году, несмотря на экономическую ситуацию. Не каждый желающий может проплыть на теплоходы своей семьей, своими детьми во время летних каникул. Но в то же время, в динамике к уровню прошлого года, сегодня есть показатели, которые улучшились. Тем не менее, отметил Михаил Игнатьев, туризм – одно из перспективных направлений развития экономики. И в Чувашии много делается для привлечения как гостей, так и инвесторов. Ответственная задача в связи с этим стоит и перед работниками акционерного общества, ведь речной порт, въездные ворота не только Чебоксар, но и всей республики. На встрече обсудили и перспективы развития городской среды, социальной сферы благоустройства дорожной сети. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии рассказал о программах, действующих в этой области, заметив, что финансирование по ним не сокращалось, несмотря на сложную ситуацию. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Сегодня, во второй половине дня, временно исполняющий обязанности главы Чувашии посетил Новочебоксарск. В программе – встречи с руководителями образовательных учреждений и центров дополнительного образования, со строителями и активом города. А накануне Михаил Игнатьев обсудил с депутатами Госсовета из фракции «Единая Россия» итоги и перспективы социально-экономического развития республики. В разговоре приняли участие члены правительства и руководители некоторых муниципалитетов. Михаил Игнатьев отметил, что в сложившейся экономической ситуации для сбалансированности регионального бюджета были сделаны определенные шаги. Объем государственного долга Чувашской республики по сравнению с началом 2015 года снижен почти на 14%. По данному показателю, республика занимает лидирующее место среди регионов Приложского федерального округа. По итогам встречи с министром финансов России Антоном Силуановым принято решение о выделении республики дополнительных средств из федерального бюджета для замещения коммерческих банковских кредитов. Мы, кроме того, что 3,2 миллиарда рублей оформляли как бюджетный кредит под 0,1% годовых для замещения коммерческих кредитов, сейчас получим еще 3 миллиарда рублей. Эта цифра обозначена, это 0,1% годовых для того, чтобы сделать замещение прежде всего коммерческих банковских кредитов, которые от 10 до 12%. Достигнутые договоренности позволят снизить расходы на текущее обслуживание республиканского госдолга за счет экономии процентных выплат. В свою очередь, больше средств останется на выполнении социальных обязательств перед жителями республики, подчеркнул Михаил Игнатьев. О своем будущем стоит задуматься уже сейчас. В 2015 году в пенсионной системе России произошли существенные изменения. Сегодня выделение пенсионного фонда по Чувашии провели прямую телефонную линию по новой системе пенсионных накоплений. По данным в ЦИОМ, 69% населения страны о ней не знают. Видимо, поэтому звонков в пенсионный фонд не было. Но у нашей съемочной группы вопросы были. 1 января трудовая пенсия трансформировалась в отдельные виды выплат. Страховую и накопительные пенсии. Теперь гражданам 1967 года рождения и моложе предоставлена возможность по выбору пенсионного обеспечения. Если эта категория лиц выберет формирование накопительной пенсии, то значит 6% от тарифа страховых взносов у них будет перечисляться на накопительную пенсию. Если они отказываются от формирования накопительной части, то они до конца года тоже должны подать заявление в пенсионный фонд о том, что они будут формировать только страховую пенсию. Граждане должны самостоятельно выбрать один из вариантов. Для этого достаточно написать заявление. Средства накопительной пенсии зависят от инвестиций негосударственных пенсионных фондов, либо управляющих компаний. Подробности можно узнать на сайте Пенсионного фонда России. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. В селе Ильинка Маргаушского района идет строительство страусиной фермы. В хозяйстве уже 16 птиц. Планы у владельцев грандиозные. Продажи мяса, яиц и, конечно, развитие сельского туризма. Площади позволяют даже устраивать страусиные бега. Тему продолжит Мария Шоклева. Эти африканские страусы вместе со своими владельцами приехали в Чувашию с Урала. Фермерам понравился наш климат. В перспективе будет построен инкубаторий для наращивания поголовья. До нескольких тысяч планируем увеличить. В данном этапе стройка. Туристов это не смущает. На ферму зачастили любители экзотики. Детей привозят целыми лагерями. Это единственное место в Чувашии, где можно погладить и покормить редких птиц. Кроме травы в меню, овощи, комбикорм, мел для крепкой скорлупы и галька. Камни нужны для измельчения пищи в желудке. Страусиная ферма теоретически безотходное производство. Кожа страусов стоит как крокодилья. Перья тоже на расхват у дизайнеров. Из ресниц этих птиц делают кисточки. А в мясе и яйцах почти нет холестерина. Кстати, одно стоит больше тысячи рублей. Яичница из него получается знатная, как из 25 куриных яиц. Самка сносит яйцо, самец их высиживает. Делает гнездо в песке и 40 дней греет, чтобы получился птенец. В дикой природе страус одним ударом может убить льва. Ноги – главное оружие. Они удрать помогут со скоростью 50-70 км в час. То, что страус прячет голову в песок – это всего лишь миф. На самом деле, в момент опасности птица ложится на землю и прижимает к земле голову и шею, чтобы быть менее заметной. Птички оказались хулиганами, любопытными и трусливыми одновременно. Телефоны воруют, все, что блестящее, то есть проглатывает, камушки его перемалывают, за ног хватает. Ну, вообще, все инородные предметы пытаются проглотить, то есть гвозди, саморезы. У страусов хороший иммунитет. Они переносят и жару, и холод, не боятся даже ледяного дождя. Зимой будут бегать по снегу. Кстати, именно зимой ферму планируют открыть официально. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Печальная статистика. Еще 4 человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях за один только день. В Севильском районе водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель и две пассажирки «Лады» скончались на месте. Еще одна пассажирка легковушки с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Водитель МАЗа после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Чуть позже в Канажском районе Тойота тоже выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114. Одна пассажирка погибла, другая и оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Оба происшествия расследуют в ГИБДД. Человек издавна интересовался вопросами мироздания. Часть этой тайны была приоткрыта нашим земляком Вячеславом Мухановым, который сейчас живет и работает в Германии. Сегодня в Чебоксарах прошла встреча с ученым-космологом, на который побывала и наша съемочная группа. Научной работой будущий профессор начал заниматься еще на третьем курсе Московского физико-технического института. В аспирантуре он написал первую диссертацию на тему науки космологии. На тот момент еще полумифической. Сейчас Вячеслав профессор университета в Мюнхене. В Чувашию он приехал к родственникам. В 92-м году я уехал из Москвы. Думал, что на три года в Цюрих для того, чтобы пополнить свой семейный бюджет. Но, как оказалось, навсегда. И после этого, через шесть лет, в результате конкурса, я получил позицию в Мюнхене. Несмотря на всю сложность этого раздела науки, слушателей на встречи собралось немало. Мероприятие прошло в интерактивном формате. Все желающие задавали вопросы. И вот в частности ответ на вопрос, почему галактики стабильны, потому что у них еще в пять раз больше те темные материи, которые скучены тоже в галактиках, по сравнению со всеми этими звездами. Я сам буквально год назад исследовал, ну, интересовался астрономией, участвовал в олимпиадах по астрономии, в региональных и всероссийских олимпиадах. Мне достаточно очень было интересно послушать данного лектора. Вся важность научных исследований не нуждается в объяснении. Нет необходимости объяснять и тонкости теории космологии. Приятно, что этим занимается наш соотечественник. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. В Центре современного искусства открылась выставка французского фотографа. Он уже приезжал с экспозиции в Чувашию четыре года назад. В этот раз основной темой для его работ стало море, а точнее побережье. Снимки выполнены на берегах Атлантики, Средиземноморья и Ла-Манша. На открытии побывали и мои коллеги. Не фотограф, а мыслитель. Именно так говорят о творчестве Ремейки Рвеяна коллеги. Художник родился в Британии, западном регионе Франции, на побережье Атлантического океана. Виды морских пейзажей легли в основу увлечения фотоискусством. И с 16 лет Ремей живет страстью к фотографии. Идея создания выставки на морскую тему пришла нам совместно с Владимиром, организатором этой выставки. Владимир предложил морскую тему, поскольку Чувашия, чебоксары находятся вдали от моря. И подумали, что жителям города и республики было бы интересно увидеть море таким многогранным, с разных сторон. По словам самого Ремей, основная идея его работ – это представить море в разных состояниях, передать его энергию, эмоции в статичные фотографии, побережье с его нетронутыми природными ландшафтами или обустроенным человеком местами отдыха, местами удовольствия или работы. На некоторых фотографиях можно увидеть присутствие людей или их следы. Эти так называемые сильные точки, притягивающие взгляд своим ничтожным маленьким размером, подчеркивают глубину и величие природы. Мне в основном нравятся фотографии, в которых показано не просто само море, отличенное от человека, а с предметами цивилизации. То есть через предметы цивилизации, как он показывает пространство, морское пространство. Очень красивая выставка, красивые корабли. И для нас это очень интересно, потому что мы уже год путешествуем. Недавно вернулись из Индии. И для нас эта тема моря очень близка. Чудесная выставка, потрясающее море. И так и тянет скорее оказаться там. Фотография Хрэми сохранил в себе ребенка, который восхищается морскими пейзажами. У ребенка нет запретов. Ребенок – это космическое создание, говорит директор художественного музея Геннадий Козлов. И потому художнику удалось передать в статичном искусстве движение и динамику стихии. Первое ключевое слово – это искренность. На самом деле искренность. Где-то на первый взгляд даже простота сюжетной линии. Хрэми начинал свой творческий путь с черно-белых пленочных снимков. И по признанию самого художника, некоторые свои работы он заранее продумывает бесцветными. Делает их по всем правилам черно-белые фотографии. На экспозиции были представлены и эти снимки. Выставка продлится до 10 сентября. А 7 августа в здании Центра современного искусства пройдет открытый мастер-класс фотографа. Мария Леончик, Олег Якимов. Республика. Остается ровно год до начала летних Олимпийских игр, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Подготовка к соревнованиям четырехлетия идет уже давно. Одним из этапов станет чемпионат мира по легкой атлетике. Отбор на него завершился сегодня. С начала недели на Олимпийском стадионе практически без перерыва проходили основные старты для легкоатлетов, которые планируют попасть в национальную сборную. Многие ведущие спортсмены, показавшие высокие результаты в сезоне, были освобождены от выступлений на чемпионате. Но несмотря на это, некоторые из них все же решили принять участие. Приехали в Чебоксары и призеры Олимпийских игр, которые также претендуют на выступление в столице Китая. Слабая результация. Просто погода сегодня не позволяет. Вроде солнышко, а вот на первой прямой очень сильный ветер я прямо. Я начал быстро, а потом меня тупо ветер остановил, получается, и все. Я в одном темпе не лежал. У меня здесь личный рекорд в стадионе, здесь поставил в 2012 году. Да и было 30 градусов, и ветра вообще не было. А сейчас как бы и холодно относительно, и ветер ужасный. Но несмотря на погодные условия, Максим Дылдин все же сумел обойти всех соперников в беге на 400 метров. Он первым пересек финишную черту. Среди женщин в этой же дисциплине лучшей стала Ксения Аксенова, которая совсем недавно стала мамой. Это мой первый сезон после рождения ребенка. Поэтому я в этом сезоне рада любому результату. Это был мой четвертый старт за летний сезон. И я довольна. Пусть это далеко от моих личных рекордов, но, как сказал мой тренер, подтверждение ребенка, все рекорды обнуляются. И начинается новый отсчет. Поэтому я сбегала по личному, я довольна. На грядущем чемпионате мира я планирую только эстафету, так как чувствую, что в личном видео мне не хватит сил бороться и конкурировать на должном уровне со спортсменками, которые сейчас на две головы выше меня. Поэтому чемпионат мира будет идеальным завершением этого сезона. Я буду очень счастлива. Если говорить о чувашских спортсменах, то вновь на высоте, во всех смыслах этого слова, оказалась прыгунью с шестом Анжелика Сидорова. И, возможно, совсем скоро мы увидим ее стоящей на международном пьедестале. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. В эти минуты проходит пресс-конференция по итогам чемпионата России по легкой атлетике. Там назовут имена спортсменов, которые будут защищать честь страны на чемпионате мира, который пройдет уже в конце августа в Пекине. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова